Всем привет! И это видео будет о заказе Арифлейм. Это будут заказы Арифлейм по каталогу 14 и 15. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. По 14 каталогу я заказывала вот такую вот маску. Хотела все-таки собрать всю серию от шведского спа-салона и заказала маску. Это очищающая маска 50 мл здесь. Как здесь заявлено, очищающая маска для лица шведский спа-салон глубоко очищает и увлажняет кожу, выводит токсины. В общем, способ применения нанести на сухую очищенную кожу, за исключением области глаз, на 10 минут. Я ее уже пробовала, ну пробовала несколько раз. В принципе, неплохая. Очищает неплохо, увлажняет. Я не могу сказать, что она прям супер-пупер увлажняет, но она не высушивает лицо, вот как после обычных каких-то там очищающих масок. Запах у этой маски, как и у всей серии, какими-то вот пахнет очень пахучими какими-то цветами, такими как лилии что ли, вот что-то вот такое, может быть ландыши, вот чем-то мне этот запах напоминает вот именно эти цветы какие-то. Неплохая маска, приобретала ее на весну, я буду пользоваться этой серией весной и надеюсь, что мне понравится, надеюсь, что она будет и дальше хорошо очищать мое лицо. Поэтому я могу посоветовать, присмотритесь, но если вы не любите такие вот ядреные запахи, я вам, конечно, не советую. Мне этот запах не надоедает. Он может надоесть только в том случае, когда вы часто пользуетесь этими продуктами, вот у них из этой серии сыворотка и крем для лица также пахнут. И когда вы наносите, первые где-то минут 10-15 у вас остается этот запах на лице и он потом немножко становится навязчивым, но он как-то быстро улетучивается после 10-15 минут и вы не ощущаете совсем этого запаха. У вас просто отдаленные какие-то отголоски от этого запаха остаются, но они не такие навязчивые, как первые 15 минут. В общем, я довольна этой маской, так что могу посоветовать. Еще я из этой же серии заказала скраб для лица, здесь 75 мл, вот такая вот баночка. Конечно, не очень удобно то, что баночка, туда нужно руками залазить, как-то я не особо привыкла, что ли, к этому, но скраб, честно вам скажу, неплохой. Он мне чем-то напоминает, знаете, вот скраб, не скраб, а гамаж для лица от Organic Short. Чем-то мне напоминает, потому что скрабирующие частички, запах тот же самый, такой вот цветочный-цветочный. Скрабирующие частички такие вот тоже жестковатые, но они мелкие, и их, в принципе, и немного, и немало. Вот какое-то такое золотая середина какая-то, что вы как бы распределяете, и у вас вроде бы не сильно много этих скрабирующих частиц на лице, и смываются они хорошо, не так, как вот от чистой линии, вот этот вот с малинкой скраб. Мне очень тяжело смыть скраб этот с лица, но этот мне очень понравился, скрабирует неплохо, кожа от него не высушивается, потому что он немножко такой вот с кремовой текстурой какой-то идет. Это мне, в принципе, нравится. Я довольна этим скрабом, так что тоже могу посоветовать, присмотритесь, если вы хотите попробовать эту серию, я могу посоветовать. Но она, конечно, не очень дешевая, я высматриваю какие-то скидки, заранее каталоги смотрю в интернете где-то, чтобы прицениться хотя бы, посмотреть, сколько стоит в этом каталоге, либо в следующем. И в подарок мне мой консультант подарила вот такой вот крем для рук. Я его видела в каталоге и в обзорах девочек видела, но что-то я не очень решалась заказывать его, потому что на него цена такая была какая-то не очень дешевая, когда я его заметила в каталоге. Здесь 75 мл. Это крем для рук с шоколадом. У него обалденный запах, просто безумный запах. Не знаю, кто-то говорит, что какао пахнет. Мне пахнет молочным шоколадом. Вот реально молочный шоколад. Когда я делаю кексы, мои любимые домашние с шоколадом, когда шоколад этот в кексах начинает плавиться, и вот этот запах стоит такой вот. Вот реально именно этот крем так пахнет. Когда вы наносите на руки тоже, этот крем очень-очень сильно пахнет. Он очень хороший. Это идет увлажняющий крем для рук, и он хорошо увлажняет руки. Честно, я была просто без ума от этого крема. Я знаю, что есть еще гель для душа такой и пенка для ванны. И знаю, что многие не в восторге от этих запахов, потому что они немного такие химозные. Но вот крем для рук я могу вам посоветовать, потому что он даже сейчас на такую холодную погоду, он очень хорошо подходит. Я считаю, что, наверное, им можно пользоваться осень, зима и весна. Именно вот такие вот холодные еще. Потому что он очень хорошо увлажняет руки, он очень быстро впитывается, руки становятся такие гладкие, шелковистые, мягкие. Я просто вот не знаю, честно советую вам. Каждое пользование этим кремом у меня это как праздник, так что девчонки советую. В пятнадцатом каталоге я заказывала вот такой вот бальзам. Бальзам-уход. В общем, как здесь написано, специальное смягчающее средство с ароматом миндаля. Увлажняет загрубевшие и обветренные участки кожи. В общем, можно применять на все, что угодно. Но я его заказываю в качестве бальзама. Я пользуюсь как бальзамом для губ. Кстати, кто смотрит мои видео, мне как-то консультант в каком-то из заказов подарила тоже такой бальзам. Он шел у меня с вишней, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот он, честно сказать, у него текстура немножко другая. Она тоже кремовая, но она больше такая вот легкая текстура. И когда ты его наносишь, то он как-то быстро впитывается. Губы все равно немножко такие вот через время суховатые. В общем, как-то, не знаю, этот я наношу. У меня губки прям мягкие такие вот, шелковистые. У него текстура намного более кремовая. Запах миндаля такой вот тоже немножко химозностью отдает. Вот этого средства здесь 15 миллилитров. Я думаю, все знают об этом средстве. Вот хочу там еще какая-то лимитка у них, по-моему, с какой-то черникой или с чем-то. В 16-м, по-моему, каталоге. Тоже хочу заказать. Очень мне полюбились эти средства. Хватает их надолго. Запахи у них такие вот приятные, ядреные. Не знаю, мне нравятся. Еще я заказывала из 15-го каталога вот такую вот умывалку. Это серия Optimal. В общем, это у меня очищающий гель для жирной кожи. Нанесите массажными движениями на влаженную кожу лица после применения с мокой теплой водой. В общем, я хотела давно этот гель для умывания. Хотела тоже тоник. В общем, крема такие для лица хотела. И как-то у них там очень, мне кажется, дороговасто это все. Может быть, из-за того, что я привыкла к выяванию, у них там часто скидки бывают. Там у них все так более-менее дешево. Хотя, в последнее время я бы так не сказала. В общем, ладно. Здесь 200 мл идет. И вот такая вот помпа. Она вертится. Вот отворачиваете, можно нажимать ее. Все, как бы вы выдавливаете. Если вы берете этот гель в поезд или положите в сумку куда-нибудь с ночевкой кому-нибудь поехать. В общем, вы поворачиваете. И, соответственно, эта помпа не нажимается больше. Это очень удобно. Не знаю, мне нравится. Если у меня этот гель закончится, я баночку просто выкидывать не буду. И могу туда переливать и лосьоны для тела, и, не знаю, те же гели, там, для душа можно. В общем, все, что угодно можно туда переливать, потому что удобная помпа. Хорошо, расскажу про сам гель. А то я отклонилась от темы. В общем, сам гель неплохой. Здесь не заявлено, конечно, но в каталоге заявлено, что он идет с матирующим эффектом. Я его приобрела тоже на весну. И матирующий эффект, я не знаю, какой он должен быть вообще, этот матирующий эффект. Но, когда я умылась этим средством, у меня кожа просто вот через минуты-две, наверное, стянулась. И я не знала просто, какой крем нанести, чтобы просто у меня все разгладилось. Потому что очень сильно, не знаю, как сказать, вроде бы и не высушивает кожу. Но, мне кажется, этот гель просто закупоривает как-то, либо стягивает лицо до такой степени, что какое-то время лицо, но какое-то время не выделяет кожное сало. Вот что-то такое. И после этого я наносила макияж. В общем, блеска такого не было. Он был, но не настолько, как обычными, какими-то умывалками я пользуюсь без матирующего эффекта. В общем, я попробую еще его весной. Обзор, наверное, сделаю на вот эту вот всю серию. Я буду вместе пользоваться этим всем. И, наверное, тогда вам уже четко расскажу, что и как. Но, в принципе, мне понравилось. Мне просто вот будет интересно весной, когда уже будет более-менее так тепло, как этот гель будет вести себя на моей коже, будет ли он мотировать ее, либо будет у меня продолжаться жирный блеск появляться. В общем, мне тоже это интересно. Сейчас просто как бы я пользуюсь. Вроде бы мотирование какое-то и есть. Но у нас холодная погода сейчас. И как бы судить, что этот гель очень хороший, я тоже не могу. В общем, попробую весной. И уже потом вам сделаю обзор именно на эту серию. Шведский спа-салон. У меня уже все есть из этой серии для лица. И вот я взяла умывал. И, как обычно, консультант, который любит мне дарить гели и мыло всякие, подарила мне, опять же, мыло Discover. Здесь, как я понимаю, какие-то лесные, тропический лес. Как бы написано тропический лес. В общем, здесь какая-то травка нарисована. И запах такой очень приятный. Он цветочно такой вот травяной какой-то. Вот именно лесной запах. Когда в какой-то, в тропическом, конечно, лесу я не была. Но если в обычном лесу весной побывать, когда расцветают какие-то цветочки на деревьях, там просто какие-то цветочки вылазят. И это все благоухает. Вот подобный запах. Только тропический такой немножко. В общем, сладкий запах в перемешку со свежим запахом. В общем, запахи, конечно, у этих мыл мне очень нравятся. Так что я довольна, в принципе, такими подарками. На халяву, что еще сказать. Вот это и все, что я заказывала по 14 и 15 каталогу Арифлейм. Надеюсь, вам понравилось это видео. И, девчонки, не забудьте, вот, присмотритесь к вот этому крему. До новых видео. Всем удачи и всем пока-пока.